В Елабуштском институте Казанского федерального университета прошла аттестация школьников, прибывших из Лисичанска еще в январе 2023 года в университетскую школу для продолжения обучения. Им предоставили комфортные условия проживания и составили персональный план обучения, выделив для этого несколько отдельных классов. Школьники упорно трудились и смогли сдать единый государственный экзамен. С окончанием школы, беззаботного детства и шумных перемен, а также хорошими результатами ЕГЭ, выпускников поздравил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин. Огромное спасибо коллективу университетской школы, которые за эти дни были главными воспитателями в жизни, потому что они же сюда приехали без родителей. Они жили, они учились, они их кормили, обували, одевали. И очень приятно. Сегодня настолько благодарны родителям, настолько благодарны сами выпускники. Это вот в одной семье, в семье, когда царит дружба, согласие, мир, можно говорить спасибо друг другу и пожелать успехов. В честь этого прошла торжественная церемония выпуска, где школьникам вручили аттестаты и пожелали всего самого наилучшего. На мероприятии были и родители учеников, за плечами которых была долгая дорога. Однако никто из них не унывал. В тот момент их грела радость за своих детей, которые успешно окончили школу с хорошими баллами ЕГЭ. Замечательный день. Наши дети наконец-то закончили 11 класс. Очень мы довольны, что мы попали в республику Татарстан, в город Елабуга, в университетскую школу. Учителя очень хорошо подготовили наших детей. Дочка одна из учеников сдала ЕГЭ и довольно-таки хорошие баллы получила. И я уверена, что она поступит в Казанский университет на специальность, именно на ту, которую она давно мечтала и хочет. Университетская школа выпустила 50 учеников, которые начали свое обучение в Елабуге в январе этого года. Сегодня в руках у каждого из них аттестат. Окончание школы – это один из самых трудных этапов в жизни вчерашних школьников. Впереди у них поступление в вузы и множество планов, которые нужно реализовать. Елизавета Газизянова, Универньюз.